друзья зрители моего канала всем привет сейчас приготовим слойки с готового слоеного теста у меня вот такое использоваться будет рулонное тесто я достал с морозилки я буду использовать их 4 штучки вот и сейчас достал из морозилки должна где-то в течение часа разморозится затем я буду использовать черешню меня тоже размороженная за ночь черешня я достал ее разморозил здесь получается где-то кило кило двести черешни выкладываем черешню прямо соком нашу посуду это у нас получается килограмм кило двести где-то грубо говоря все ингредиенты будут под видео как всегда сюда 200 грамм сахара это получается 12 столовых ложек где-то и 70 грамм крахмала все теперь все это хорошенько перемешиваем и поставим на огонь только не кипятим нагреем перемешаем и будем охлаждать нашу массу для чего здесь присутствует крахмал чтобы наши пирожки не текли все переходим еще нам понадобится одно яйцо вот вбиваем одно яйцо это у нас будет для смазки и для того чтобы закрепить наши слойки вот вот так хорошенько взбили этого достаточно все можно немножко водички добавить все ждем сейчас закипания вот мы поставили нашу массу и сейчас хорошенько перемешиваем и просто доводим до кипения но не кипятим все выключаем после чего оставили будем остывать и наша начинка должна полностью будет остыть ведь и как загустевает у нас крахмал этого достаточно главное что не закипятите потому что у вас крахмал плохо схватиться потом не перекипела чтобы хорошенько вот так перемешиваем все заварили крахмал снимаем с огня и выносим холодное место для охлаждения вот хорошенько заварился наш киселек такой тогда у нас пирожки нас не будут течь все ну все наша начинка черешневая черешневая остыла вот такая она стала густенькая видите да вот такая густенькая вот теперь я не боюсь у меня потекут наши слоеночки все час полежала наше тесто слоенка рулонная вот так чуть смазываем чтобы не прилипало наше тесто и немножко прокатываем его делаете по толщине как какие вам нравятся слоенки вот я немножко раскатаю его хотя она не толстая в общем то все теперь что мы делаем теперь будем делить на сколько частей здесь взять на три части наверное вот так ножом делим наши слоеночки одну часть значит мы будем смазывать все ножом прорезали так а теперь что делаем теперь мы делаем еще вот такие надрезики можно сделать не надрезики а можно сделать проколы тут уже кто на что гораст мне нравится с надрезиками с такими это для того чтобы воздух выходил и чтобы они не лопались у вас вот теперь мы берем промазываем вот так край это для того чтобы у нас наша слоеночка хорошо закреплялась все и выкладываем по пару ложечек вот так наши черешни все и так теперь мы берем скрепляем снимаем с нашей бумаги и и скрепляем следующую точь точно так же я думаю что я буду делать их немножко поменьше а то у меня они гигантские получаются прямо да еще не сейчас в духовке разойдутся да сейчас вилочку возьмем и вилочкой надо пройтись вот так край обязательно она и для красоты и в то же время у вас хорошо склеится вот так по всему периметру мы проходим здесь тоже можно закрепить чтобы уже все было красивенько у нас все и выкладываем слоеночки на противень духовку мы уже включили духовка у нас часто разогревается уже на сто восемьдесят градусов и она должна так аккуратненько снимаем у нас она хорошо уже прогрелась тесто и начинает прилипать бумаги мы сейчас ее поднимем все эту слоеночку кладем следующую слоенку давайте будем делать немножко меньшей да я думаю что меньше сделаем будет поинтереснее мне кажется так делаем значит вот так наверное на 3 вот так попробуем разделить вот и теперь здесь делаем надрезики на каждый все здесь намазываем периметр вот так то маленькие будут поаккуратнее все намазали и выкладываем по ложечки сюда ложка больше не пойдет наверное да чуть больше может быть ложки вот так аккуратненько выкладываем наши слоеночки начиночку сюда добавим немножко все стороночку и точно так же начинаем скреплять сейчас повернем вот так чтобы нам удобнее было и начинаем скреплять наши слоеночки 1 да намного интереснее получается таким образом все и точно так же делаем следующую точно так же мы разрезаем ее на три части вот так и нарезаем наши полоски или можете просто завернули и прокалывайте кому как удобно можно обычным ножичком тоже делать это все промазываем опять периметр наш так аккуратненько промазываем выкладываем опять нашу начиночку так по ложечке буквально достаточно и опять берем заворачиваем залепливая их заворачиваем заворачиваем все принцип понятен да и обязательно пройтись опять вилочкой везде все духовка наша разогрелась и слоеночки надо промазать обязательно сверху чтобы они у вас такие хорошие хорошо зарумянились яйцом опять промазываем так хорошенько промазываем яйцо можно молочком просто кому что нравится от яйца они такие более румяные становятся вот у нас одна такая большая получилось ну решили мы маленькие делать после того как они выпекаться будут выпекутся остынут можно посыпать их немножко сахарной пудрой тоже опять же на любителя вот такие у у нас получились слоеночки и мы отправляем их духовку берем следующий противень пекарскую бумагу обязательно вот так по краю заворачиваем чтобы у нас не топырилось оно все и подготавливаем следующую партию опять берем немножко присыпаем мукой чтобы не прилипало к нашей скалке вот так немножко растирая ее и раскатываем немножко раскатываем тесто все раскатали и делим опять на три части так на три части и все опять делаем надрезики такие небольшие все и все то же самое делаем значит смазываем и опять по краю по периметру видите да еще раз повторю вам смазываем для хорошего соединения теста потому что мука напыляется когда вас потом плохо будет соединяться мы здесь тоже так же сейчас делаем надрезики сколько будет выпекаться я вам напишу в описании у каждого разные духовочки у каждого по-разному температура вот 180 градусов я уже называл вам температуру при этом температуре они будут хорошо у вас пропекаться да и тут недолго потому что тесто тоненькая в общем-то все раскладываем по ложечки буквально этого достаточно очень вкусненькие к чаю кофе эти слоеночки может со слоеным тестом приходится повозиться а тут пошел купил себе листовое самое сложное в общем-то приготовление это слоеное тесто долго его катать надо слоить с маслом посему проще пойти купить и все это приготовить так немножко добавим все и заворачиваем вот такие слоеночки у нас выпекаются видите да вот все ждем еще минут опять и будут готовы это уже выпечены вот такая красота и вкуснота получилась у нас готовится очень быстро без заморочек без всяких начинку можно использовать любую можно чернослив с курагой с изюмом с орешками с чем угодно творожок можно все что хотите можно можно печеночку перекрутить тоже будет вкусненько ну что еще используем носит изюм сейчас мы запарим курагу порежу сейчас курагу и будем использовать филадельфию тоже такая начиночка будет филадельфия творожная я думаю что будет очень вкусненько все курагу порезали так что кусочки были нормальные сейчас закипит у нас чайник мы запарим изюм изюм запарим и смешаем с нашей филадельфия вот филадельфия все закипел буквально пять минут пусть постоит у нас накроем пусть запаривается вот запарился у нас изюм хорошо теперь сюда бросаем чернослив выкладываем филадельфию сыр и все хорошенько будем перемешивать сейчас все и перемешиваем должна получиться однородная масса это это и будет наша начинка можно добавить немножко сахарку до сахарку можно добавить все что послаще было все начинка наша готова продолжаем дальше делать наши слоеночки все а